друзья вас приветствую скажите пожалуйста как меня сейчас слышно вот я сегодня буду с такой гарнитурой протестируем насколько это улучшит звук как скажите звук лучше чем обычно те кто на вебинарах наших был как вот по качеству я потом записи посмотрю тоже конечно напишу что хороший звук вот я не знаю просто насколько хорошо чтобы наушники эти были но в будущем будущем решим так ну главное чтобы хорошо было слышно а там разберемся так ребят для начала скажите мне как насколько видно насколько видно трансляцию вконтакте идет ли она вообще потому что у нас сегодня случилась некая техническая накладка с интернетом поэтому я не знаю что у нас этой трансляции получится качество не очень грунт и вконтакте тоже все идет да отлично ну что я думаю тогда можно начинать ну что первое хочу сказать поскольку сегодня вебинар для новичков прошу позвать да еще есть несколько минут для того чтобы позвать ваших коллег коллег партнеров друзей до которым вы хотели рассказать об этой возможности потому что действительно такая возможность до возможность инвестировать в подобный большой проект вместе сделать такое большое полезное хорошее дело так еще и вместе заработать на этом но такая возможность я думаю бывает у человека ну раз жизни я думаю поэтому еще раз да несколько минут буквально пока мы начинаем обязательно позовите друзей пускай не просто так присутствует это даже бесплатно много времени это у них не займет по крайней мере вот первые полчаса до непосредственно мы будем говорить только про технологию вот поэтому точнее именно для новичков информация будет поэтому первые 30 минут они присутствуют будет хорошо ну а мы в принципе будем начинать ВК звука нет пишут я я просто не пойму хорошо мне продолжать так как есть да и так понимаешь трансляция в контакте тоже идет со звуком проверить звук есть контакте телефона может посмотри вот сейчас проверим так ну ладно я думаю я надеюсь что все нормально если все будет с качеством что-то не так вы говорите но в принципе я смотрю что большинства как минимум точно все хорошо работает если кого-то тихо звук то вы просто сделаете мышки погромче со звуком и я думаю что всем будет слышно так напишите плюс кто сегодня на вебинаре в первый раз кто ничего не знает кто можно сказать совсем новичок чтобы мы знали что вещаем мы не просто так так плюс я вижу много это хорошо так 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 да да вот прям много плюсов прям все я смотрю много новичков так ну что давайте начнем меня зовут павел да я один из тех участников команды который занимается непосредственно привлечением инвестиций в проект а также сегодня на вебинаре выступит еще один наш партнер он более подробно расскажет про продукт который мы планируем серию выпускать и непосредственно разработчик дмитрий саныч двенов также поприсутствует ответит на ваши вопросы и кое-что про технологию тоже расскажет поэтому я думаю что будет интересно займет вебинар у нас порядка там полутора часов да если это с нас от начала до конца но такая основная официальная часть это первые 30 минут ну что начнем да вообще о чем мы здесь с вами все вместе говорим и о какой технологии пойдет речь я найду начну совсем с азов да азы у нас будут заключаться следующим есть такая скажем так вещь да как асинхронный электродвигатель что такое асинхронный электродвигатель это самый популярный электродвигатель в мире он потребляет точнее скажем так их столько много разновидностей в мире да что все в комплексе эти асинхронные электродвигатели потребляют порядка 60 процентов мировой электроэнергии то есть это все двигатели да которые электрическую энергию переводит в механическую то есть что это значит да это значит то что когда вы например вставляете какое-то оборудование в розетку да даже это допустим это бытовая техника и в ней крутится барабан стиральной машинки то именно в этот момент далее электрическая энергия приходит механическую быть барабан начинает вращаться это начиная от бытовой техники заканчивая промышленными станками до которые пилят там двигаются движут всякие на объекты на производстве но это все маленькие асинхронные электродвигатели это допустим вибрация в сотовом телефоне до что 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 тоже да достаточно интересно то есть в мире их вообще порядка десяти тысяч видов то есть именно видов самых разных от больших до и маленьких и порядка семи миллиардов единиц в год выходят новых асинхронных электродвигателей еще 7 миллиардов штук в год проходит капитальный ремонт то есть конечно к любая материальная вещь асинхронный электродвигатель имеет свойство гореть сломаться и порядка 7 миллиардов штук опять-таки в год проходит к ремонт если такая тоже интересная цифра да я вот говорю на языке цифры что вам было понятно в россии на каждого жителя до россии приходится примерно 13 асинхронных электродвигателей то есть это понятно да электродвигатели больше в там в количественном до исчислении чем людей и это так пишут прерывается пишут прерывается качественно вроде все нормально да пишет ну ребята кого прерывается попробуйте перезгрузить потому что в общем то пишут вроде бы что большинство все хорошо с качеством ну надеюсь что оно так и есть так вот пишут но нормально ну говорю раз не у всех прерывается значит скорее всего если что-то глючит связи то проблема на вашей стороне да это я рассказал скажем так о рынке да том рынке на котором мы скажем так работаем да и что вот я рассказал про эти асинхронные электродвигатели да в чем суть зачем я про них рассказывал именно на этом скажем так типе двигателя да данная технология базируется да то есть именно про это мы и говорим и если говорить про структуру до этого самого двигателя асинхронного то у него есть так называемая обмотка обмотка бывает двух видов звезда и треугольник у него есть свои там у этих обмоток свои преимущества недостатки но в целом два вида что предложил дмитрий саныч дуюнов да вот наш российский инженер который скажем так произвел революцию на этом рынке он предложил совместить два этих типов обмотки и так он собственно этот тип обмотки называется совмещенные обмотки славянка то есть название у них славянка и что да в итоге получилось есть очень много всяких всяких преимуществ да всякого много чего можно рассказать об этом самое большое преимущество да данной технологии в том что электроэнергии данный двигатель да синхронный начинает потреблять от десяти до сорока процентов электроэнергии меньше то есть причем что его можно даже не переконструировать то есть мы берем текущий асинхронный электродвигатель либо тот который сгорел да потому что та самая обмотка как я уже сказал она выходит из строя мы просто делаем не старый тип до обмотки который был до этого при ремонте а просто делаем обмотку по типу вот по этой технологии которая называется славянка да то есть по технологии совмещенных обмоток и получаем вот такие вот результаты да в частности то есть это зависит конечно от двигателя да сколько конкретно процентов электроэнергии он будет экономить но да вот от десяти до сорока процентов это факт который подтвержден лицензионными да скажем сертификат эта технология получила и в европе и в россии да есть все подтверждения есть все патенты что эта технология работает и как один из самых таких вот на мой взгляд да практических важных аспектов того что эта технология действительно такая как они говорят это то что сейчас по данной технологии по лицензии да по всему миру работают порядка ста лицензионных обмотчиков когда мы это про технологии про это узнали я тоже обычно об этом рассказываю да мы вот я сам из города тула с ими скажем так коллегами мы вот пошли к знакомому у которого у которого свой бизнес да он занимается непосредственно ремонтом асинхронных электродвигателей мы просто про это знали всегда и решили к нему прийти сказать ну спросить да вот ты там занимаешься таким бизнесом да ты с этим непосредственно сталкиваешься каждый день что ты можешь сказать про эту технологию наверняка ты что-то об этом слышал и когда мы к нему пришли и сказали вот мы узнали про технологию дуенова знаешь ли ты что-нибудь про нее он прям сразу так обрадовался он говорит да конечно знаю вы что мы мало того что да мы в этом бизнесе действительно 20 лет уже так по технологии дуенова мы тоже работаем очень давно и мы его лицензионные значит скажем так обмотчики в городе тула то есть мы работаем по его лицензии и они да по технологии дуенова если к ним обращаются вот электродвигатель починить они по технологии дуенова чинит дороже чем если человек хочет починить его скажем так по стандартной схеме почему потому что в случае если они ремонтируют его по технологии дуенова да этот двигатель начинает там потреблять на 20-30 процентов электроэнергии меньше несмотря на то что люди заплатили за ремонт больше то они все равно со временем сэкономят данные эти деньги на экономии электроэнергии потому что двигатель годами будет стоять причем что там одно тоже из особенностей до данной конструкции что двигатель например начинает реже гореть то есть они у них срок эксплуатации увеличиваются вот поэтому то есть преимущественно очень много сегодня мы так вот скользко об этом говорим до чтобы охватить все в проекте но в целом то есть действительно смоги рабочие очень интересная имеет все сертификаты все подтверждения все патенты но да скажем вот но вопрос о том почему же эта технология еще не так популярна то есть не каждая не знает да скажем так вот сейчас уже все больше и больше людей об этом говорят но до этого знали не все почему ну дело в том что люди они любят конечный продукт то есть они ценят обычно технологии по конечному продукту то есть ты говоришь там я что-то изобрел играх да хорошо ну покажи что ты с этой разработкой можешь сделать то есть куда ты можешь ее применить и дело в том что поскольку асинхронные электродвигатели они вообще стоят внутри конечного продукта никто о них как правило не думает никто не думает что есть там асинхронный электродвигатель что на этом можно как-то там зарабатывать или еще что то а когда они видят конечный продукт и который скажем так наглую выше чем аналоги вот тогда уже начинается что называется настоящая движуха в данном случае так оно и случилось да в случае с нашим проектом ведь я многие сейчас на сидят и думают не пойму да о чем речь почему так долго говорят о технологии ведь проект везде говорят мотор колесо мотор колесо когда же будет речь про про то самое мотор колесо а вот теперь мы подошли именно к нему мотор колесо несмотря на то что мы о нем везде говорим это только часть проекта да это важная часть но это двигатель который был сделан на базе данной технологии то есть вот есть технологии совмещенных обмоток про которые сейчас рассказал на ее базе был сделан данный двигатель и несмотря на то что именно сама технология да это самое интересное это самое ценное то получившийся продукт на базе технологии именно он завирусился да скажем так в интернете про него люди стали говорить на потому что они увидели результат технологии да в конечном продукте который получился гораздо там на голову выше чем все его аналоги и вот сейчас мы чуть поподробнее про это поговорим да про мотор колесо сейчас сделаем непосредственно некое такое сравнение да чему данный продукт чем он лучше чем его аналоги и то есть вот сейчас еще один спикер подключится его зовут александр александр может подключаться сейчас непосредственно он об этом и расскажет благодаря технологии же непосредственно да вот данное мотор колесо развивается в пике скорость мощность до 20 киловатт да что вы понимали сейчас я дам слово нашему спикеру да это вот моя вина и не дал ему слово по моему сегодня еще так и он расскажет непосредственно сравнение да чем же этот продукт александр а ты модератор ты должен подключиться без проблем насколько я понимаю попробуй так сейчас попробуем александр так что-то почему-то нет прав хотя подключиться вроде он должен так одну минутку а вот смотрю вопросы пошли пишите прошу пожалуйста пишите вопросы в в вкладку вопросы потому что иначе ваши вопросы будут убегать да и мы скажем так пропустим это чтобы не упустили пишите чтобы они попали вот наверх во вкладку вопросы да сейчас я вот после вебинара на это отвечу спикер раз нет спикер раз не заснул почему-то не может он подключиться хотя права у него есть да то есть он пишет что не подключается не знаю в чем проблема почему не подключается в этот раз в прошлое все нормально было ну ладно александр ты пробуй подключиться в принципе сейчас эту часть можно попозже просто рассказать как правило мы у нас кстати есть вебинар да про сравнение мотор колес так что так или иначе да кто здесь первый раз обязательно заходите на наш youtube канал и посмотрите у нас есть целый вебинар посвящен непосредственно теме до сравнения мотор колес также да на всякий случай сейчас я скину наш официальный сайт возможно но кто-то на нем не был еще там есть тоже такая скажем так прокрутка да где есть непосредственно про сравнение данных данных мотор колес александр он ты попробуй выйди сейчас из комнаты опять зайди ну и попробуй подключиться я дам тебе слово но так или иначе говорю заходите за это наш официальный сайт там вся информация об этом есть так вот да я ну коротко тогда я расскажу сегодня да об этом о преимуществах скажем так мотор колеса до дынова от аналогов которые есть на рынке до в частности это конечно же то что благодаря технологии данные мотор колеса развивать мощность до 20 киловатт это очень существенный показатель и конечно же есть колеса до аналогов который модули мотор колеса которые развивают подобные результаты но они достаточно более громоздкие они очень дорогие. И, например, байки с подобной мощностью, с аналогичными мотор-колесами, стоимость их примерно 600-700 тысяч рублей, чтобы вы понимали. Но, да, главная идея, в чем новаторство данного мотор-колеса, это, конечно, то, что данное мотор-колесо само по себе является тем самым асинхронным электродвигателем. Тот самый асинхронный электродвигатель, про который мы сейчас до этого говорили. И это, на самом деле, революция, потому что до этого никому с классическими типами обмоток не удавалось сделать мотор-колесо именно асинхронным двигателем по своей сути. Но, поскольку мотор-колеса же были и есть аналоги, которые сейчас на рынке представлены, они все выполнены на базе другой технологии. Вопрос какой? Это технология, так называемая, Билл-Ди-Си. Это технология, в которой электродвигатель сделан на базе или при помощи в своей конструкции имеют магниты. Данные магниты, в них используются редкоземельные материалы. И к чему я сейчас веду? Дело в том, чтобы изготовить данные магниты для данных мотор-колес, нужны те самые редкоземельные материалы. Но, что самое интересное, они в достаточном количестве, в качестве полезных ископаемых, есть только в Китае. Но Китай тоже хитрый, и они что сделали? Они просто взяли и запретили вывозить редкоземельные материалы из страны, и запретили вывозить эти самые магниты также из страны. Поэтому, чтобы сделать, точнее, чтобы получить данный двигатель, вы обязательно должны произвести его на территории Китая. Это очень большая зависимость от Китая. Плюс, Китай легко регулирует цены на эти полезные ископаемые, потому что они есть, по сути, только у него, и это некая монополия. Плюс к этому, вы должны понимать, что данные BLDC-двигатели, то есть двигатели, в конструкции, в которых используются магниты, они есть не только в мотор-колесах. То есть спрос на них достаточно большой. Я сейчас объясню, почему. Поэтому, сейчас на рынке есть, скажем так, такая некая брешь, которая говорит о том, что спрос на данные двигатели, он гораздо выше, чем может дать рынок. И почему спрос такой большой на данные BLDC-двигатели? Дело в том, что сейчас, в частности, одна из причин, в Европе введены новые стандарты экологии. Новые экологические стандарты и действующие асинхронные электродвигатели, там сейчас просто уже запрещено ставить. То есть если у вас в Европе на производстве сгорел асинхронный электродвигатель, в таком случае вы обязаны, ну не то, что обязаны, вы, конечно же, поставите новый, ну потому что производство вы остановить не можете. Вопрос, да, вам нужен новый двигатель, какой вам двигатель поставить, чтобы он проходил экологические нормы? Вы вынуждены поставить BLDC-двигатель с теми самыми магнитами, вы вынуждены покупать эти двигатели дорого, потому что это дорогие двигатели, вы вынуждены производить их только в Китае, ну потому что экологические нормы должны пройти. И, да, к чему я сейчас сведу, если перемотать, да, модернизировать асинхронный электродвигатель технологии до иного, то есть сделать из него асинхронный электродвигатель, да, вот с совмещенными типами помоток, то данный двигатель будет проходить экологические нормы новые, которые в Китае сейчас, скажем так, новые введены. То есть это тоже очень интересный факт, да, это вот к вопросу о том, почему сейчас, да, если говорить именно, допустим, про рынок мотор-колес, почему мы сейчас можем эту брешь, скажем так, заткнуть, да, потому что в нашем продукте нет магнитов, мы ни от кого независимы, наши мотор-колеса гораздо дешевле, потому что там используется только медь, и, да, то есть это как бы одни из таких преимуществ. Есть очень много еще преимуществ, да, наверное, сегодня мы уже не будем об этом рассказывать, да, но так или иначе вы можете увидеть, об этом прочитать, да, на нашем официальном сайте, там есть все подробные сравнения, плюс у нас есть вебинар отдельный, да, по сравнению мотор-колес, и скоро мы запишем еще отдельное видео, где про сравнение мотор-колес также расскажем. У нас, кстати, скоро выйдет целый цикл видео, который будет посвящен, точнее, скажем так, не то, что посвящен, да, он будет в первую очередь, конечно, для новичков, там будут такие ответы на базовые вопросы, но и интересно, интересно будет действующим инвесторам, конечно, более, скажем так, глубже в каждый вопрос по проекту погрузиться, поэтому обязательно за новостями следите. К вопросу о том, да, вот мы сейчас говорили про двигатель мотор-колесо, да, типа как мотор-колесо, но где же еще можно использовать, да, вот по факту, где используются технологии Дуинова, если говорить про транспорт, раз мы уже говорим про мотор-колесо сегодня. Что было сделано? Ну, во-первых, по технологии Дуинова уже были модернизированы и показали свои результаты, да, например, и электропоезд, и общественный транспорт, конкретно троллейбус, также сделано мотор-колесо для байка, для велосипеда, да, сделано мотор-колесо для мопеда, то есть спектр очень широкий. И самое интересное, да, то, что, на мой взгляд, интересно, то, что тут людям вызывает такой ажиотаж, тоже и повышенный интерес, это, конечно, платформа для автомобиля. Дело в том, что вот есть компания Zeta, она давно уже достаточно сотрудничает с компанией Дуинова, и команда Дуинова, то есть разработчик в главе с Дмитрием Дуиновым, разработали для них платформу, да, для электроавтомобиля Zeta, и эта платформа сейчас успешно тестируется, то есть эта платформа на базе тоже мотор-колеса, только там четыре мотор-колеса установлены, не как вот в байке, да, одно, а здесь целых четыре. Причем до этого никому не удавалось сделать, полноценно научить, да, машину с четырьмя мотор-колесами именно слушаться, то есть, чтобы четыре мотор-колеса друг друга слушались, да, команде Дуинова это удалось сделать. И сейчас, в частности, этой разработкой интересуются очень многие, в частности, мы уже неоднократно говорили про Николая Фоменко, это из компании Маруся Моторс, они сейчас планируют выпускать электрокар, да, с мотор-колесами, и они планируют, чтобы именно компания Дуинова для них производила, точнее, скажем так, разработала техническое решение для ихнего автомобиля, да, чтобы они могли свой электроавтомобиль сделать. Вот, в частности, как раз-таки недавно он опять приезжал, буквально был на той неделе, приезжал он со своими американскими партнерами, и они обсуждали вообще технологию гораздо шире, да, то есть, не только про платформу непосредственно автомобиля, которые они сейчас разрабатывают, но и про использование технологии в других сферах, потому что, как я уже сказал, да, технология затрагивает все асинхронные электродвигатели, а асинхронный электродвигатель, будучи самым популярным электродвигателем в мире, да, используется во всех сферах жизнедеятельности, да, там, как я уже сказал, во всей бытовой технике, на всех производствах, то есть, без него человечество существовать не может, поэтому рынок гораздо, гораздо шире, чем многие думали, да, когда, возможно, приходили на этот вебинар, и мы думали, да, что мы здесь будем разговаривать только про мотор-колесо, к счастью, это не так, да, мотор-колесо это лишь некий продукт, вот на данном слайде, да, вы можете посмотреть сравнение типов мотор-колес, о чем я уже сейчас более подробно рассказал, но я вам рекомендую, то есть, опять-таки, посмотреть ролик про сравнение мотор-колес, про который я говорил, и на сайте, на официальном, также вся информация у нас есть более подробная, то есть, прям по пунктам, по пунктам все, все это расписано, плюс ко всему у нас работал шоу-рум, да, шоу-рум это такое место, где каждый желающий может прийти и прокатиться на велосипеде, да, то есть, протестировать данное мотор-колесо, к сожалению, сейчас, да, такая возможность уже отсутствует, потому что уже все-таки зима наступила, вот, но когда было лето, многие инвесторы приходили, катались, причем, инвесторы есть достаточно, которые глубоко в теме электротранспорта, и они, да, именно их слово, да, такое весомое, когда они говорили, что, да, мы давно ездим там на электробайках, но этот электробайк, он там нагло выше, чем аналоги, то есть, это я к тому, что вы можете не только на цифрах там или на бумагах узнать о том, что этот продукт лучше, но и лично в этом убедиться, то есть, это достаточно интересно. Вообще, да, вот мы сейчас говорим, там прошло, сколько от начала вебинара у нас там, 20-25 минут, и я вот рассказал про данную технологию, но на самом деле этот путь, там технология, продукты, да, этот путь, он гораздо дольше, то есть, технология, да, вот команда Дуинов вместе с самим Дмитрием Санычем Дуиновым занимается уже этим, этой технологией, 23 года, то есть, 23 года полностью на свои деньги, полностью своими силами этот проект жил, конечно, были там какие-то добровольцы, которые помогали там, каким-то небольшими вливаниями, но это несущественные суммы были, и опять-таки, разработчики настолько верили в свое детище, скажем так, да, то, что на свои деньги на протяжении более 20 лет всю эту технологию развивали, но, так или иначе, поскольку мы все-таки говорим про достаточно большой проект, про большую технологию, которая затрагивает очень многие сферы нашей жизни, мы понимаем, что дальше двигаться уже просто невозможно, то есть, приходили люди и говорили, ну, технология есть, продукт есть, там, по крайней мере, один продукт, батур колесо, все, хоть сегодня в серию запускаем, продай нам его, сделай нам, мы хотим им пользоваться, давай мы тебе его купим, на что ответ был один, я не против вам его продать, но, чтобы вам продать его, нужно его сначала произвести, что логично, чтобы произвести, нужно производство, по крайней мере, мелкосерийное, и вот многие тоже приходят и говорят, ну, что вы не начнете продавать мотор-колеса, там, сделайте хотя бы мелкосерийное производство, вот этим самым мы сейчас и занимаемся, то есть, мы подошли к такому этапу, когда проект Да, имея технологию, имея продукт, но не имеет денег, да, для того, чтобы данный продукт в серию запустить. И сейчас, да, то есть, а именно, то есть, в июне, да, в мае 2017 года проект перешел в фазу непосредственно привлечения инвестиций. Сейчас мы все равно так или иначе находимся, ну, не в самом начале, да, но еще, скажем, можно сказать, что еще в начале относительно, там, того, тех инвестиций, которые у нас по плану ожидаются. Но все же, да, по плану через два года мы планируем запускать мелкосерийное производство, через три года это полномасштабное производство. Полномасштабное производство – это порядка 17 тысяч мотор-колес в год, да, про которое мы сейчас говорили. Мелкосерийное производство, чтобы вы понимали, да, то есть, через два года, это уже, скорее всего, да, уже эти деньги, да, будут перечислены в счет дивидендов, и мы тогда, инвесторы, уже начнут получать первую прибыль, да, на свои инвестиции. Вот, но, вот теперь самое интересное. Поскольку я уже сказал то, что мы здесь не только о этом конечном продукте с вами говорим, а что у нас еще есть технология, наверное, было бы неправильно, да, не строить планы и по продвижению этой технологии. Именно поэтому вместе с полномасштабным производством компания планирует достроить конструкторское бюро. Чем же будет заниматься конструкторское бюро? И, да, кстати говоря, именно это направление в компании планируется сделать, скажем так, флагманским, да, в плане денег, которые она будет зарабатывать там для себя, как компания, и для своих инвесторов, которые сейчас к этой компании присоединятся. И на чем она будет зарабатывать? Да, первое, как я уже сказал, это продажа непосредственно конечного продукта, мотор-колеса, а второе, это именно разрабатывать новые типы двигателей под нужность заказчика, да, про то, что я уже говорил с Николаем Фоменко, да, то есть как некий пример. То есть как это будет выглядеть на практике? Допустим, вы компания, производящая, ну, все что угодно, да, ну, опять-таки возьмем серию электротранспорта. У вас есть, да, идея построить электроавтомобиль, но вам нужна платформа. Вы приходите к Дмитрию Александровичу Дуйнову, да, и говорите, Дмитрий Александрович, мы хотим сделать платформу для нашего электроавтомобиля на базе вашей технологии. То есть использовать вашу технологию, да, в своем продукте. Дмитрий Александрович говорит, хорошо, да, я готов для вас разработать данную платформу. Они договариваются, конструкторское бюро, да, в голове Дмитрия Александровича Дуйнову разрабатывает эту платформу для заказчика, изготавливает образец, этот образец обходит все тесты, все обкатки, получает все сертификаты необходимые, после чего, да, заказчик говорит, да, это именно тот продукт, который я хотел получить, меня все устраивает, я хочу начать этот продукт производить, да, чтобы у себя его использовать. И тут самое интересное, не компания, да, не Дмитрий Александрович Дуйнов своей командой будет для него производить, да, этот самый двигатель, эту платформу, а он поставит производство, он научит компанию, как эту платформу по его же технологии производить, то есть, другими словами, он будет заниматься постановкой производства для клиента. Да, если говорить совсем просто, он научит заказчика самостоятельно производить тот самый двигатель, который ему нужен, да, тот самый двигатель, который для него же и был разработан. Но, да, вопрос, на чем же здесь зарабатывать? А зарабатывать тут именно на лицензии. То есть, для того, чтобы компания разрешила, да, заказчику этот двигатель для себя же производить, он должен заплатить лицензию. И именно на этой лицензии, да, основной, скажем так, типы дохода, и направление дохода и планируется. То есть, в частности, если сейчас посмотреть на рыночные цены, да, сколько стоят подобные услуги сейчас на рынке, стоимость одной разработки подобного двигателя, это от 40, там, до 60 миллионов долларов. То есть, одна такая разработка. Что самое интересное? Поскольку нам, да, для того, чтобы реализовать данный проект, нужно всего 40 миллионов долларов, то получается, даже продав одну подобную лицензию, мы уже окупаем проект или даже выходим в прибыль. Всего лишь один. Да, это по плану, чтобы вы понимали, планируется продавать от одной до трех лицензий в год минимум. Это помимо продажи непосредственно самого конечного продукта. Это вот некий ответ тем, кто начинает читать и говорить, а вот, ну, как-то 17 тысяч мотор-колес в год, это какая-то прибыль должна быть. Вот там на тем инвесторам, которые проинвестируют, большая-небольшая прибыль. Теперь я думаю, что вы понимаете, основная прибыль компания будет получать именно с продажи лицензий, чтобы заказчик мог производить для себя двигатели, которые для него же Дуенов и разработал. То есть я надеюсь, что я понятно объяснил, что это понятно. Слайд, который сейчас на экране у вас, также это и демонстрирует. Это непосредственно, да, что касается прибыли. И переходя к тому, да, через какой же механизм мы будем привлекать те самые 40 миллионов долларов, то механизм достаточно понятный. Это продажа акций, да, будущего предприятия. То есть данное предприятие, которое будет заниматься, да, вот, той деятельностью, которую я сейчас описывал, то есть непосредственно и конструкторское бюро, и производство, оно будет, оно, точнее, уже, да, по факту, оно выпустило акции. Эти акции сейчас каждый желающий может купить. И в чем самая, да, самая интересная такая вещь? То, что у этих акций есть номинальная цена, как и у любых акций. Сейчас это порядка одного доллара. Но сейчас компания их продает дешевле, чем она будет их продавать через три года, когда мы все с вами будем выходить на IPO. То есть я сейчас об этом еще не говорил, да, но сейчас об этом также расскажу. То есть компания сейчас продает акции дешевле их номинальной стоимости. То есть инвестируя в компанию сейчас, когда у нас еще нет производства, там, тысячу долларов, допустим, вы получите акции гораздо больше, чем если вы придете через три года и тоже, там, проинвестируете в компанию, когда у нас уже будет, там, производство, да. И тем более вы получите меньше акций, чем если вы купите потом акции этой компании на бирже, когда она будет свободно вращаться, да, там, на уровне, как вы сейчас можете купить акцию, там, Сбербанк, Газпром, ну, любой российской компании, любого акционерного общества публичного. Также и акции данной компании будут вращаться на бирже, где вы сможете эти акции купить, но, естественно, да, не по той цене, по которой компания продает их сейчас. Это, это вот такой вот механизм привлечения инвестиций. Плюс к этому, да, каждый этап сбора средств, акции продаются компанией все дороже. То есть, если сейчас, там, то есть, на 1000 долларов сегодня вы акции получите больше, чем на 1000 долларов, например, через год. То есть, понятно, да, через год рисковых проектов гораздо меньше, но и ваша потенциальная прибыль, да, с акций, которые вы купили, тоже меньше. Здесь уже каждый сам для себя выбирает, да, это, наверное, зависит от стиля инвестирования. Кому что интересно, зайти в проект сейчас, на ранней стадии, с большими рисками, но в потенциале больше заработать, либо зайти в проект потом. Также, да, сейчас сразу скажу, что помимо продажи акций, мы в самое ближайшее время планируем выходить на ICO, да, это выпуск своей криптовалюты, своих токенов. Сейчас у нас уже под это разрабатывается платформа. То есть, мы не просто об этом сказали, да, совсем недавно. Мы уже очень и очень активно начали это делать. Поэтому, я думаю, что не позже первого полугодия 2018 года мы на ICO точно выйдем. И те, кто знают, да, то, что какими быстрыми темпами на ICO деньги собираются, тем более такими проектами, как наш, знают то, что, ну, вход просто в ком... То есть, скорее всего, после выхода на ICO нам уже не придется привлекать инвестиции путем продажи акций, потому что нам больше инвестиций не понадобится. Это вот к слову, да, про механизм на ICO. Ну, сегодня не про это, я просто про это упомянул, что мы этот механизм тоже скоро будем использовать. И он достаточно интересный, революционный, действительно, там очень много инвесторов. Касательно плана реализации, да, как мы будем и за какое время все это привлекать. Мы планируем привлечь 40 миллионов долларов, которые мы запланировали, за 3 года. Эти 3 года мы разделили на 20 этапов. Это именно те этапы, про которые я говорил немножко раньше. С каждым этапом акции компания продает все дороже. То есть, у нас сейчас второй этап из 20. В декабре у нас начнется уже третий этап. То есть, если, условно говоря, вы проинвестируете на этой неделе, вы акций получите больше, чем если вы проинвестируете в декабре, потому что в декабре уже будет третий этап. Это вот та самая мотивация, да, чтобы была мотивация инвестировать сейчас. Кстати говоря, если говорить про темпы, да, сбора средств, то не беря в расчет ни ICO, ни крупных инвесторов, которые сейчас у нас ведется несколько переговоров по крупным инвесторам, я уже об этом говорил, сегодня подробно об этом не буду рассказывать. Даже если учесть, что мы будем просто ничего не делать сейчас, да, и просто ждать, вот сидеть, то мы деньги уже по темпам собираем гораздо быстрее, чем через три года. То есть, по последней статистике, которую мы смотрели, мы идем такими темпами сейчас, которые позволяют нам собрать не 40 миллионов долларов за три года, а 80 миллионов долларов за два с половиной года. Но поскольку нам 80 миллионов долларов не нужно для реализации проекта, нам нужно всего лишь 40, я думаю, что там просто через два года мы остановим сбор инвестиций, и, да, проект будет реализован там на 30% времени быстрее, чем мы планировали. Опять-таки, да, это без учета крупных инвесторов, которые могут прямо, не знаю, через неделю зайти и весь проект закрыть, и без учета ICO, да, на которые у нас очень и очень большие планы. Сейчас нам уже начинают написывать люди со всех концов, это инвестиционные блогеры, это люди, которые, там, скажем так, давно, да, занимаются криптовалютой, и эта информация про ICO, она разнесется очень и очень быстро про наш проект, поэтому я думаю, что благодаря ICO, конечно, деньги мы соберем вообще, ну, очень быстро. Это очень и очень интересный инструмент. Да, касательно того, каким, да, путем вот акции реализовываются. Вот я прошу тоже обратить внимание, акции продаются не по одной штуке, да, а вот пакетами. Вот у нас появилась такая идея, да, то, что акции продаются как некий вот товар, да, то есть товар, я имею в виду, то есть именно пакет, то есть пакет там акций на 500 долларов, пакет акций на 1000 долларов. Вот самый популярный пакет акций у нас сейчас на 2000 долларов. И тут самое интересное, да, почему вот он самый популярный, и почему люди именно его покупают, ведь сумма-то не самая маленькая. Дело в том, что у нас есть такой механизм, как рассрочка. Что такое рассрочка платежа? Рассрочка – это когда вы платите те самые 2000 долларов не сразу, то есть не сегодня, а берете этот пакет в рассрочку на 20 месяцев, то есть вы платите по 100 долларов каждый месяц на протяжении 20 месяцев. По итогу получается, что через 20 месяцев вы выплачиваете всю сумму в 2000 долларов, и весь пакет у вас приобретается. Главное преимущество здесь такое, что дисконт у вас сохраняется с момента начала рассрочки. То есть, условно говоря, да, через два года акции компания продает гораздо уже дороже, но у вас, поскольку вы берете акции в рассрочку дисконт, он как бы зарезервирован именно, там, например, вы покупаете акции по дисконту второго этапа, и всегда платите рассрочку по дисконту второго этапа, то есть по цене за акцию, которая была на втором этапе, несмотря на то, что сейчас уже пятый или шестой этап. Понятно, да, это вот то же самое, что вы какой-то товар там покупаете в магазине, да, не сразу всю сумму, а в рассрочку. Только единственное, что у нас вот тут где-то никаких процентов, естественно, да, потому что мы как бы не через кредит работаем, это реальная рассрочка, то есть просто для удобства. Конечно, чуть-чуть цена на акции будет меньше, чуть-чуть менее выгодно, да, чем если купить пакет сразу, но, несмотря на это, это все равно большое-большое преимущество, да, многие именно этот путь и выбирают. Кстати, обращу ваше внимание еще на то, что у нас в компании есть клуб, я думаю, что уже на этой неделе все участники клуба узнают, то есть увидят в личном кабинете, что они именно в клубе. Это тоже достаточно интересная вещь, то есть это некий статус компании, а именно, да, при инвестиции от 2000 долларов и больше, вы попадаете в клуб тысячи. Это клуб основателей. Мы решили объединить в отдельную группу клуб, скажем так, вот этих самых основателей, это первые крупные инвесторы, которые поверили в компанию, и в этот клуб попадет только первые тысячи человек, кто проинвестирует от 2000 долларов и больше. Преимуществ будет очень много, да, у таких инвесторов, тех, кто будет в клубе. Попасть туда все, конечно, не смогут, потому что количество мест ограничено. И я думаю, что уже на этой неделе эти самые участники клуба, да, то есть условия по этому клубу мы уже объявим. Плюс будет еще отдельный клуб, кто проинвестировал от 15 тысяч долларов и больше. У них будет еще больше условий, да, это такие, скажем так, премиум, вип, кто как хотите, узнаете. Вот, поэтому по всем вопросам, я смотрю, вот вопросы тоже сыпятся в чат, и я прошу, говорю, задавайте лучше во вкладку вопрос, иначе они потеряются. Это вот мой совет. Ну, к вопросу, да, самому интересному, вот, допустим, вы говорите, да, мне нравится компания, я хочу вместе с ней там идти дальше, к вопросу о том, а что вы сможете сделать с своими акциями. Вот, вы купили акции, вы купили их дешево, вы купили их там дешевле, чем смогут купить инвесторы в будущем, что вы сможете с ними сделать. Ну, тут есть, скажем так, несколько причин вообще эти акции самые покупать. Первое, это то, что вы свои акции сможете продать дороже. К вопросу о том, куда и как и когда вы дороже сможете их продать. Первый вариант – это продать свои акции на бирже. Потому что компания планирует выход на биржу примерно через 3 года. Почему мы говорим через 3 года? Потому что именно это время мы планировали на сбор инвестиций, после этого мы выходим на биржу. То есть, как и любая публичная компания, мы будем обращать свои акции на бирже. На этой самой бирже акции, как и любой другой компании, вы можете их там продать по цене, которая на данный момент на эти акции будет. И опять-таки, если мы деньги соберем быстрее, а все основания для этого есть, то на бирже выйдем мы быстрее. Это первый вариант. Второй вариант – это, конечно, продать свои акции на внутренней бирже. То есть, о чем я сейчас говорю. Продажа акции на внутренней бирже – это когда мы собрали деньги. Например, через 2 года мы полностью инвестиции привлекли. Но еще какое-то время, полгода, год, возможно, нам понадобится на то, чтобы на ту самую биржу выйти. Потому что на это тоже какое-то время по-любому понадобится. В этот момент те, кто не захотят ждать до конца, смогут свои акции продать внутри компании другим инвесторам, которые захотят зайти... Так, пишут рефералка в бан. Сейчас посмотрим, что там. Не вижу. Мне показал, кто-то в чате кидает ссылки, которые запрещено. Так, ну ладно, продолжим. Продать на внутренней бирже тем инвесторам сможете, которые захотят зайти в проект после вас. Потому что компания уже свои акции продавать не будет, но они захотят проинвестировать. Вот здесь вы на внутренней бирже тем самым инвесторам сможете свои акции продать. Естественно, дороже, чем вы купите их сейчас. И это самое интересное. Конечно, вы можете свои акции не продавать. Дело в том, что 50% будущей прибыли компания планирует отдавать своим инвесторам. То есть, то, о чем я сейчас говорил, это и продажа лицензий, это и производство продукта. 50% прибыли от всей этой деятельности будет уходить тем инвесторам, которые сейчас проект поддержат. Поэтому свои акции можно не продавать. Акции у любой успешной компании растут в цене. Поэтому мало того, что вы ждете и капитализации от своих акций, так еще и вы на них дивиденды получаете. Поэтому продавать никто не заставляет. Более того, сейчас мы с крупными фондами ведем переговоры. Они говорят, что мы хотим проинвестировать большую сумму в ваш проект. Возможно, мы сможем вообще все инвестиции в ваш проект полностью закрыть. А можете ли вы этих инвесторов, которые сейчас зашли, у нас сейчас уже более 2500 инвесторов, чтобы у них акции отобрать, заставьте нам эти акции продать. И чтобы мы самостоятельно весь проект закрыли, чтобы мы их недолей выкупили. На что мы сказали, конечно, нет, это невозможно. Потому что те акции, которые инвесторами уже были куплены, несмотря на то, что вы крупный инвестор, мы никого заставлять продавать не будем. Если люди хотят получать на свои акции дивиденды, они имеют на это полное право. Но и такие цели, скажем так, неденежные. И эти цели приходят, как правило, у многих уже после того, как они в проекты проникнутся. Потому что, ну, не секрет, то, что многие сюда приходят просто заработать. Не слышат то, что здесь можно поучаствовать в интересной компании. Что это стартап. Стартапы зачастую выстреливают на тысячи процентов прибыли акции таких компаний. И им это интересно. Но многие приходят сюда, либо осознание к ним приходит после того, как они здесь проинвестировали уже. То, что мы с вами в первую очередь поддерживаем российскую технологию. Мы даем шанс выйти российской технологии на мировой рынок. И для многих эта цель гораздо важнее. Потому что, ну, к сожалению или к счастью, да, все, на что сейчас способны российские компании, это качать нефть, газ и другие полезные ископаемые. Чтобы вы понимали, на данный момент, вот в экономике России, в частности, да, если посмотреть топ-500 российских компаний, вот топ-500 взять, да, самых крупных российских компаний. И посмотреть, сколько чистой прибыли они зарабатывают и на чем, то получится, что в России топ-500 компаний 90% прибыли имеют именно с продажи полезных ресурсов из России. То есть, понятно, да, то есть у нас, ну, не то, что все, но практически все компании, а если в денежном, да, в абсолютном эквиваленте смотреть, именно сколько денег, да, вот, приносят эти компании, то 90% это именно деньги, вот, с продажи конечных ресурсов. И только 10% денег, да, вот, в экономику приносят какая-то другая деятельность, которая не связана с продажей полезных ископаемых, да, вот, в экономику. Вот тут прям топ-500 компаний российских. У нас есть шанс что-то поменять, потому что не секретно для кого, что Советский Союз была одна из самых сильных экономических, да, и умственных держав, держав. И очень много технологий, они просто ушли в никуда. То есть, про них забыли, на их финансирование там никому до этого не было дела. Сейчас эти, к сожалению, да, эти технологии, они умирают вместе со своими, там, прародителями, да, своими изобретателями, своими инженерами. И у нас есть шанс сделать так, чтобы эта технология, да, чтобы она не канула в лету, а чтобы мы вместе с ней сделали компанию, мы сделали продукт, мы запустили его в серию, да, и, наконец-то, вот, чтобы начали появляться такие компании, которые могут, да, конкурировать на мировом рынке не только за счет продажи полезных ископаемых. Для многих эта цель достаточно важная, да, для меня в частности тоже. Я считаю, у меня есть такое чувство, да, вот хочется доказать, вот хочется доказать, что мы можем, разве нет? Я считаю, что это вполне реально, причем, что цель настолько реальная, что там за несколько лет собрать эти деньги, да, тем более теми темпами, которые идем мы сейчас, я думаю, что больше, более чем возможно. Что касается этапов привлечения инвестиций, да, я уже об этом сказал, у нас три года разделено на 20 этапов, на каждом этапе, да, инвестировать все менее и менее выгодно, поэтому, опять-таки, как я сказал, здесь для себя каждый решает сам. Что вам интереснее? Вам интереснее проинвестировать сейчас, да, и, скажем так, взять на себя большие риски, но при этом ваш потенциал заработать будет гораздо выше, то есть вы больше можете заработать в потенциале. Либо проинвестировать через год, когда риски гораздо меньше, но, да, как бы и потенциальная прибыль тоже меньше. Поэтому здесь для себя каждый решает сам. Это то, что касается этапов. И вот, что касается юридической схемы, я видел вопросы, да, там, по юридической схеме, сейчас люди писали, в частности, там, почему там компания, почему здесь, и как это работает, и как вообще юридическая схема устроена. Смотрите, есть компания-реализатор проекта. Это ООО «Совылмаш». Да, вот, смотрите слайд, тут все нарисовано, вот сейчас, который у меня включен. 25% от этой компании, то есть у этой компании будет три учредителя, 25% будет принадлежать непосредственно Дмитрию Санычу Туинову с его командой, то есть это команда разработчиков. 25% другие будут принадлежать менеджменту компании, это те, кто будут заниматься непосредственно маркетингом, да, будущей компании, потому что понятно, что на это нужен целый, скажем так, большой отдел, да, который будет заниматься реализацией, который будет заниматься, скажем так, коммерциализацией, да, всей этой технологией в будущем. И они будут владеть непосредственно 25% компаний, да, на другим слове отдел маркетинга, то есть отдел разработчиков, отдел маркетинга, и 50% компаний уходит инвесторам, да, тем инвесторам, которые сейчас компанию поддержат. То есть в эти 50% будут входить и там, и те инвесторы, которые свои, скажем так, проинвестируют и через ICO, да, и крупные инвесторы, которые, я уверен, будут, и те инвесторы, которые заходят сейчас и свои акции реализовывают. Вот, эти 50%, эти 50% будут, то есть как, да, схема самоустроена, этими 50% будет владеть иностранное юридическое лицо. В свою очередь этим иностранным юридическим лицом инвесторы владеют на 100%. То есть понятно, да, инвесторы владеют на 100% вот этим иностранным юридическим лицом, которое на 50% владеет компанией, которая реализовывает данный проект. А почему сделано так? На самом деле здесь очень много разных критериев, да, там, перечислили лишь основные. Ну, во-первых, потому что в России нет законодательства о краудинвестинге, да, именно той самой деятельности, которую мы сейчас с вами ведем. Это те самые коллективные инвестиции, когда много инвесторов могут поддержать один проект. К сожалению, законодательства нет, поэтому приходится вертеться, да, что называется. И такую аналогичную компанию в России открыть, в принципе, невозможно. Далее, да, многие не знают, точнее, многие не думают об этом, но у нас действительно очень и очень много инвесторов из-за рубежа. И планируется их еще больше. Более того, мы думаем, что чуть ли не большую часть инвестиций, да, может в итоге прийти из той же Европы, потому что там технологии тоже очень активно интересуются. И, к счастью или к сожалению, но у западной, скажем так, у западной цивилизации, у европейцев и так далее, и так далее, у них немножко другой менталитет в плане инвестиций. Поэтому для них там проинвестируют 15, 20, там, 50 тысяч долларов в такого рода проект, для них это нормально. Потому что у них такие, скажем так, для них это не такая новшество, да, как для нас, там, краудинвестинг, они давно с ним знакомы, у них есть законодательство к этому, поэтому там объемы идут совсем другие. Вот, допустим, сейчас, да, у нас очень большой процент людей уже из Европы, я не могу сейчас сказать точно какой, но в ближайшем будущем у нас уже сайт будет переведен и на немецкий, и на английский язык, и на французский, то есть инвесторов очень много. Вот, поэтому, это вот, что касается, да, юридической схемы, почему она должна быть именно такая. И для именно, в частности, для этих инвесторов, им, конечно, гораздо интереснее и удобнее инвестировать в ту компанию, в которой есть лицензия на данный вид деятельности, в ту компанию, которая зарегистрирована в той юридикции, которая им понятна, а не в российскую компанию, где их неправа меньше защищены. То есть это вот такие, еще есть факторы, да, там, например, то, что у нас, желательно, конечно, да, чтобы у нас инвестиции приходили в долларах, не только потому, что они по всему миру приходят, да, потому, что, в частности, некоторые оборудования из зарубежа приходят закупать, чтобы вот не попасть, скажем так, на эти самые валютные риски, лучше изначально в долларах, да, инвестиции принимать. Вот, а так, кстати говоря, даже те, кто инвестирует из ближнего зарубежья, да, там, я говорю про Казахстан, Белоруссию, Украину, даже им в рубли переводить неудобно, а в долларах им инвестируют гораздо удобнее многим, а что говорить про Европу и другие страны, поэтому для того, чтобы наши акции были в эквиваленте доллара, также эта самая иностранная юридическая компания и нужна. Вот, это вот касается юридической схемы. Это вот такая была презентация, в принципе, по большому счету, это вся информация, да, которую кратко, насколько кратко сами судите, да, я мог бы преподнести, чуть меньше часа я рассказывал, как получилось. Если так вот обобщить всю эту информацию, да, то есть технология, есть продукт на базе технологии, есть все подтверждения, что это технология рабочая, все сертификаты, есть более 100 лицензионных обмойщиков, которые уже доказали и доказывают, что технология рабочая и работают давным-давно по этой технологии, есть продукт, который лучше, чем аналоги, и в котором есть все подтверждения того, что он лучше, да, начиная от чисто ощущений, которые вы получаете, заканчивая всеми бумагами и сертификатами, и нам что остается? Имея технологию, имея конечный продукт, привлечь 40 миллионов долларов за три года, чтобы построить производство данного продукта, да, запустить его в серию и начать продавать, и запустить конструкторское бюро, которое будет заниматься непосредственно разработкой типов двигателей новых, да, под нужды там определенных заказчиков, то есть про что я только сегодня как раз таки рассказывал. Это вот такая, значит, суть, это то, о чем я бы хотел с вами сегодня обсудить. Это, скажем так, была официальная часть, вот если мы были новичком, теперь я думаю, что вам более понятно, чем мы здесь занимаемся, и теперь мой вам совет какой. Вот по поводу роликов, то, что короткий ролик нужен по разбору, по технологии, о том, о чем я рассказывал, он обязательно будет, мы это сделаем, причем серия роликов выйдет в ближайшее время. Поэтому всем новичкам, которые сегодня меня слушали, да, во-первых, сейчас я отвечу еще на вопросы, сейчас еще выступит разработчик, да, данной технологии, также сможете его увидеть. И я вам рекомендую зайти в личный кабинет, зайти на наш сайт, зарегистрироваться, да, принимать участие в нашем проекте, поддерживать его, и принимать участие можно не только инвестировав, да, но и другими усилиями, даже когда вы делаете репост в социальных сетях, знайте, что даже здесь, да, вы делаете проекту, как называется, непоправимую пользу наносите. Поэтому за это мы тоже вам будем очень сильно благодарны. Переходя к вопросам... Так, отпишите меня от рассылки с приглашениями на вебинары. Пишите в техническую поддержку, да, кто не хочет получать рассылки, обязательно пишите об этом в техническую поддержку, это не трудно решить. Почему компания зарегистрирована не в Российской Федерации, я уже ответил, тем более у нас группа компаний, да, например, Сувалмаш, она в Российской Федерации. То есть у нас часть компаний в России, там есть компания в Шотландии, есть компания вот в Ануату. То есть это группа компаний, для того, чтобы всю схему юридическую соблюсти, нам приходится вот именно следующим образом действовать. Вот к вопросу, когда мы запустим ИСЁ, да, вот эти вот некоторые моменты, они сами по себе тоже отпадут. Так, я сейчас запрещу задавать вопрос, и для того, чтобы они не убегали, я сейчас их посмотрю и по-быстрому постараюсь ответить. Так, компания, вот вопрос по рассрочке, да, то, что компания может отказать в предоставлении рассрочки по собственному усмотрению. Смотрите, этот пункт подразумевает то, что при условии, несоблюдении условий рассрочки, да, компания может прервать вашу рассрочку. Что в случае, в скором случае будет. То есть, да, всех тоже предупреждаю, если вы платите рассрочку, платите ее вовремя. Потому что сейчас, да, вам просто звонят, напоминают, но в скором будущем будет и система штрафов за неуплату рассрочки. И если вы вообще не платите рассрочку, то она просто будет у вас обрываться, у вас будет оставаться то количество акций, которые у вас были куплены по факту. Много ли желающих обращалось с просьбой переделать их личное авто в электроавтомобиль по вашей технологии? Были ли реализованы такие проекты? Не планируется ли проведение таких мероприятий на постоянной основе? Если да, то с кем можно обсудить? Иван, я вам рекомендую написать одному из разработчиков, Евгению Дуинову. Его контакт есть в нашей группе официально ВКонтакте. Там посмотрите справа. Он есть, напишите ему по этому поводу. Переделывались автомобили, есть ролики, да, как эти автомобили едут, есть там замеры показателей. Поэтому можно сделать. Я не могу сказать, возьмутся ли сейчас разработчики за это, потому что работы много. Ну да, это делали. И это реально сделать еще раз. Готовы ли договора? Компания уже зарегистрирована? Компания зарегистрирована. Сейчас получаются последние документы, лицензии. И скоро все уже полностью. Все платежи будут приниматься только на счет компании. Сейчас только они частично. Да, идут некоторые через мерчант, некоторые через мерчант автоматически идут, некоторые идут через физлица. Пока мы вынуждены так делать, пока компания еще до конца не готова. И договора сразу они же там и появятся. Акции какой компании будут входить на IPO? Смотрите, на момент выхода на IPO будет выходить вся компания, естественно. То, что форма собственности, смотрите, форма собственности – это лишь обязательство компании. То есть, при желании, например, можно эти акции перевести в то же ПАУ, если мы будем входить на российский рынок. Или, например, если мы будем входить на рынок в Великобритании, нам придется компанию переделать под великобританское право. Поэтому она также может поменять свою юридическую основу. Это ничего страшного. Все права будут соблюдены. Это все будет в договорах решено. Поэтому здесь можете не переживать. Мы будем делать так, как выгодно было бы сделать в интересах инвесторов, соответственно. Так. Я присоединился к проекту на первом этапе, оформил расширочку, потому что сразу не могу пакет выплатить. Плачу без задержек. Рассчитываю, что пойду в Клуб 1000. Ну, смотрите, я не могу вам сказать, попадете вы в Клуб 1000 или нет. К сожалению, в Клуб 1000 попадут только первые тысячи инвесторов, которые будут продвестировать от 2000 долларов и больше. А то, что вы зашли на первом этапе, у вас были же бонусы при старте. Это за первый этап вам такая благодарность. А если говорить про Клуб 1000, ну, здесь вот, к сожалению или к счастью, именно вот такой вот, была выбрана именно такая модель. Если компания выйдет в прибыль раньше, чем рассрочки будут погашены, как дивиденды будут начисляться по фактическому наличию акций или с учетом акций, которые будут начислены по факту погашения рассрочки? Это хороший вопрос. Я думаю, что будут начисляться по фактическому владению акциями, а на те акции, которые вы еще по факту не выкупили, и по факту они принадлежат компании, на них будут начислены дивиденды и просто пойдут в счет компании. То есть, компания просто деньги заберет себе и также сделает, скажем так, проинвестирует сама в себя. Ну, понятно, то есть, часть... Ведь когда мы будем делать уже крупное производство, крупномасштабное и конструкторское бюро, нужно понимать, что компания уже будет зарабатывать к тому времени на мелкосерийных партиях, поэтому часть прибыли она уже сама вложит. будет вкладывать в производство, в будущее. Поэтому здесь априори так будет, потому что часть дивидендов она будет забирать себе. Ну, на первом этапе потом. Так, я смотрю, обращаю ваше внимание, я смотрю только на те вопросы, которые адресованы лично мне. На остальные Дмитрий Александрович сам ответит. Обдумался юридический момент с Крымом. Как будет заключаться договор с инвесторами из Крыма? Честно скажу, никаких особых договоренностей у нас про Крым не было. Да, мы этот вопрос не обсуждали. Если это понадобится, да, если из Крыма люди будут писать и говорить, что им нужен, скажем так, некий отдельный, может быть, договор, то к договору всегда можно сделать приложение. Поэтому, если, да, будут какие-то трудности, да, не только у вас, да, там, а еще у людей из каких-то других регионов, да, возможно, с каким-то особенностями юридического права, всегда можно сделать приложение, да, чтобы эти инвесторы, скажем так, на полном основании стали инвесторами без всяких там возподоплеков, да, из всяких подводных камней. Павел, я в проекте. Предусмотрена ли у вас защита от возможного кризиса на финансовом мировом рынке? Да, конечно, предусмотрена. А следовательно, какая? Да, главное наше преимущество в чем? Мы не храним деньги в том, что нас может, скажем так, обанкротить. О чем я сейчас говорю? То есть, да, вот многие говорят, мы там принимаем деньги в биткоинах. Многие пишут там обеспокоенно. Вот биткоин же так растет, а вдруг возьмет, сейчас и упадет курс, да, и получается, что часть денег инвесторских сгорят, которые были приинвестированы в биткоинах. На что мы говорим? Мы биткоины сразу обмениваем на доллары. Поэтому от курса биткоина мы не зависим. Но более того, в деньгах мы тоже инвестиции не храним. Все деньги, которые сейчас приходят в проект, они практически сразу переводятся, да, на нужды проекта. То есть, они тратятся. Они тратятся на оборудование, они там тратятся на закупку необходимого сырья, там, и так далее, и так далее. То есть, если, допустим, что-то происходит, какой-то финансовый кризис, там, все что угодно, у нас на руках, да, скажем так, есть оборудование. Оно в цене, ну, никуда не упадет, да, наоборот, оно только выросло в случае финансового кризиса. Поэтому здесь мы полностью защищены, оборудование, да, сгореть не может, никуда оно от нас не денется. То, что нами куплено, да, материальная база, она всегда останется с нами. А в высокорисковых, вот этих, да, скажем так, активах мы деньги намеренно не храним, потому что понимаем, да, что может быть все, что угодно. И, как говорится, есть такая вещь, как диверсификация, да, рисков. И, другими словами, это не клади все яйца в одну корзину. Вот чем мы и занимаемся. Так. В Сочи 15-16 февраля будет проведен международный инвестиционный форум. Игорь, да, это интересно, мы можем принять там участие. И, может, давайте так сделаем. Я сейчас напишу ссылку, ссылку свою вышлю на свою страницу ВКонтакте. Вы мне обязательно напишите, и мы с вами свяжемся, и, да, я допускаю, что мы там поучаствуем, если это действительно интересная выставка. Так, я написал, ссылку на свою страницу ВКонтакте написал в чат, вот, обязательно добавляйтесь, и другие желающие тоже можете добавляться ко мне в ВКонтакте, будем общаться, дружить, какие-то вопросы можете мне также там задавать. Вот, и если кто-то знает про какие-то выставки, которые будут проведены еще в ближайшее время, тоже добавляйтесь, пишите, потому что мы сейчас очень плотно начнем выходить на всякого рода вот выставки, да, потому что так же, чтобы больше оффлайн присутствия, скажем так, у нашего проекта было. Вопрос так к Павлу. Когда будет перевод официальной страницы личного кабинета на другие языки, в частности на немецкий? Это будет в течение месяца. То есть перевод на другие языки будет в течение месяца в личном кабинете. Сейчас у нас уже есть социальные сети, которые ведутся на английском, на немецком и на французском. В Фейсбуке, ВКонтакте, поэтому заходите, читайте сами, и своим людям, инвесторам можете вот эти соцсети также давать, если они не русскоговорящие. Так, будете участвовать на выставке «Транспорт России» 2-8 декабря? Антон, обязательно напишите мне ВКонтакте, что за выставка. Я за. 2-8 декабря, время осталось не так много, я думаю, что вполне возможно, мы там поучаствуем. Обязательно напишите мне, что за выставка. Так, по рассрочке еще вопрос, я на него уже ответил. Так. Чем отличается асинхронный двигатель Дуинова от обычного асинхронного двигателя? Ну вот, примерно то же самое, что я сейчас рассказывал уже, да, еще раз коротко скажу. Он отличается типом обмотки, да. То есть, есть звезда и треугольник, да, стандартные типы. А здесь используется совмещенный, понимаете, да, и звезда, и треугольник. Эти два типа обмотки, они совмещены. И звезда, и треугольник. Именно поэтому называется совмещенный тип обмоток. И название у него славянка. По итогу мы имеем ряд преимуществ, да. В частности, одно из главных преимуществ, что такой асинхронный электродвигатель начинает экономить от 10 до 40% электроэнергии, выдавая такие же показатели. Даже лучше, потому что он там меньше горит, он меньше шумит и прочее, и прочее. То есть, это я вот более подробно рассказывал. Так, а есть ли специалисты по криптовалюте или сторонние разработчики будут это разрабатывать? Есть специалисты и сторонние. То есть, как? Мы делаем часть сами, часть мы привлекаем консультантов, которые будут нам помогать. То есть, сложная, конечно, работа, поэтому возможно, точнее невозможно, а точно, да, мы будем пользоваться помощью. Но многое мы можем реализовать сами. В частности, некие технические решения достаточно сложные со своими, скажем так, штатом программистов мы можем реализовать самостоятельно, что радует, конечно. Когда будет таблица на третий этап? Хороший вопрос. Я думаю, что в ближайшее время повесим. Так, когда будут готовы договора? Я надеюсь, что в ближайшее время, на втором этапе, что они будут готовы. А как будут комбинироваться акции и токены с ICO? Ну, я думаю, что мы это всем объявим. Когда уже... Я думаю, мы сделаем отдельный вебинар по ICO в нашем проекте, где мы все эти пункты подробно разберем. То есть, мы уже все в комплексе сразу и расскажем. Будут ли токены продаваться текущим инвесторам с дисконтом? Да, будут. Более того, возможно, они будут просто подарены. То есть, естественно, текущим преимуществом будет... текущим инвесторам будет преимущество. Почему зарегистрированы на территории Республики Внуат? Ну, вроде бы я ответил на этот вопрос. Когда будет перевод непосредственно на счет компании? Как только мерчант нам подключит этот самый перевод. То есть, часть средств уже идут через мерчант, часть нет. Это от банка зависит. То есть, мы уже все документы подали, вот сейчас ждем. А где за рубежом зарегистрированы компании? Они зарегистрированы в России, в Шотландии и в Внуату. Опять-таки, почему в Внуату? Ладно, еще раз скажу конкретно, прямо пройду, скажем так, юрисдикцию. Почему именно там? Потому что я уже объяснил, почему именно за рубежом это нужно делать. И у нас был выбор, в какой юрисдикции это, собственно, сделать. Нам нужна была компания, с которой будут работать банки, без проблем к ней подключаться. У этой компании будет лицензия на тот вид деятельности, который нам нужен. У нас была возможность, допустим, пойти в Европу и сделать европейский фонд инвестиционный. Но это не менее полутора лет ждать. И не менее 500-600 тысяч долларов – это денег, сколько нужно на регистрацию инвестиционного фонда. Мы, как молодая компания, не можем позволить себе ни столько времени, ни таких сумм тратить на регистрацию инвестиционного фонда. Поэтому делать, опять-таки, инвестиционный фонд – это для нас был не вариант. Поэтому мы пошли именно туда. Это офшор. И для нас это большой плюс на данный момент. Потому что, во-первых, деньги инвесторов, кстати, можете не переживать. Они находятся в европейском банке, что же самое интересное. Но сама компания, сама юрисдикция позволяет нам, мало того, что работать по всему миру, имея лицензию, так еще и она снимает нас достаточно интересное и большое бремя налогов. И совершенно законно, совершенно… Многие эту практику используют. Мы, как молодая компания, вот сами подумайте, вы, как инвесторы, участники молодой компании, которая еще не стала корпорацией, которая может себе позволить любые, возможно, расходы нести без проблем, то какой нам смысл молодой компании платить 25% налогов просто потому, что мы зарегистрированы в какой-то стране, не в офшорной зоне. То есть никакого смысла на данном этапе развития компании это не имеет. Это ненадежнее, как многие могут подумать. Потому что кто-то может сказать, компания, не знаю, где-нибудь в Германии, например, это надежнее, чем в Инуату. Ну, те, кто реально с этим сталкиваются, понимают, что это не так. Да, потому что, допустим, какой, да, там, могут сказать, ну, вот, там, надзор лучше. Ну, и что, что надзор? Вот, например, если там, допустим, да, там, привести какую-нибудь аналогию, если вас обманули в Европе и обманули в офшоре, вы что думаете, пойти в Европу и вы что-то добьете там через суд? Ну, вы думаете, что основной капитал компании там 10 тысяч долларов в Германии какой-нибудь, да, и вы что-то там выбьете из компании? Ну, в реале оказывается, что европейские вот эти фонды, да, они, да, они как бы с ними легче работать, людям больше доверяют. Но внутри, вы поверите, да, то, что вы подписываете договор, и это решает. Если любой инвестиционный фонд вам любой договор подсунет, и вы напишете там, что все, никаких претензий не имею, все, вы никаких претензий никому иметь не будете, там, что бы вы ни делали. Это вот к вопросу о том, да, почему именно в инуату, потому что при всех плюсах и минусах на данном этапе развития для нас это идеальный вариант. Так, ну что, я думаю, что, в принципе, можно, да, этот чай закончить. Это была презентация компании, я ответил на вопросы. Сейчас я дам слово Дмитрию Сяновичу Дуинову. Он также выступит, ответит на вопросы. Так, Дмитрий Сянович, можете подключаться. Дал вам слово. Все, я на слезе. Я пока удалю вопросы, на которые я уже отвечал, потому что, ну, наверное, второй раз вы отвечаете на них нет. Вот, я пока рекомендую новичкам перейти в личный кабинет и зарегистрироваться. Перейти в личный кабинет и зарегистрироваться. Добрый день. Вот, ну, да, я внимательно слушал все, что рассказал Павел. Ну, и тут все здесь с тем, что очень много вопросов, что, как, куда, зачем и сколько. Да, и все задают вопросы. Но вы знаете, что я иногда люблю немножко пошалить, поэтому можно я задам вопросы тоже. Ну, смотрите, рубашка, да. У всех есть рубашка, и все знают, что мужская рубашка отличается от женской рубашки. Это у мужчины пола слева направо, а у женщины справа налево. Почему так? Кто знает? Да? Вопрос интересный. Равно, как и другие вещи. Многие мы вещи знаем подспудно, они всегда были такими, и оно, ну, само собой разумеющееся. Ну, когда начинаешь задавать вопросы, а что, как, зачем, уже будет тяжело. Ну, вот ответы пошли, чтобы служанка застегивала женщину, а мужчину сами себе. Ну, почти так, на самом деле, чтобы мужчине и женщине друг другу было удобнее расстегивать, когда они к близости стремятся. Все рационально и просто. Ну, также в жизни очень многие вещи, очень многие вещи, они, ну, есть как есть, идет как идет, да. И мы абсолютно не задумываемся, что можно как-то по-другому и занимаемся совершенно другими вещами, а на это уже не обращаем внимания. Ну, так и должно быть. Это равно до тех пор, пока кто-нибудь не скажет, а почему так, а может быть надо как-то по-другому. И тогда все начинают на него шушукать, шипеть и говорить, да ты что-то, вот всегда были наши предки, и все время ты что тут чудишь? Оно завязано. И начинают этого человека стараться перекрасить, сделать все, что угодно, так сказать, наставить его на путь истины. А правильно ли это, никто не знает, да. А потом, спустя время, проходит некоторое время, и все смотрят, бах, а ведь право был, да. И вот действительно, то надо так. А чего раньше мы не делали так, да, и так далее. Вот задают вопрос, что, чем, почему отличается двигатель. Да, отличается он простым. Павел рассказывал, да, вот звезда с треугольником. И вот эту задачу пытались решить с 1906 года. Сформулировали, что можно сделать такое соединение, и при этом там будут сдвиги какие-то и так далее. И вот все эти годы не удавалось сделать решение такое, которое бы позволило это реализовать на практике. Были частные решения, были частные случаи там для двигателей на 3000 оборотов, а вот такое решение, которое бы подошло подо все, общее решение, его не было. А на самом-то деле, надо было сделать что? На самом деле, надо было просто-напросто. Вот эти двигатели, которые, у которых обмотки соединяются звездой с треугольником, проектировать как шестифазные. И не сдвигать там начало выводов файл, за ничего, вот эти глупости не надо было делать, вообще они там ни при чем. А надо было понять, что никакого вращающегося поля в асинхронных двигателях, не в генераторах, обратите внимание, а в двигателях. И в они. И даже мы, когда берем преобразование парка Гуря, оно начинается с того, что из декартовых систем координат переводим в скалярные, в полярные координаты. Уже оттуда, из математики видно, что нет никакого вращающегося поля. А учебники, как везде, пишут, что есть. И вот надо было сдвигать не вывода, а надо было сделать маленькое отступление от общих догм, принять то, что нет вращающегося поля, а есть эффект вращения. И тогда сдвигать результирующие вектора каждой из катушек. И все становится на свои места. Так, как должно быть. Мужчине удобно у женщины расстегивать, уже женщине удобно у мужчины. И этим обмоткам комфортно из везде с треугольником, комфортно располагаться в одном статоре. Не надо там много слоев делать, потому что по старым решениям не меньше двух, а так обычно четыре, шесть слоев. А тут один либо два, но стандартный, как и обычный двигатель. И пошел, поехал. Поэтому, вот чем отличается двигатель наш от классического, это тем, что он проспроектирован как шестифазный для включения в трехфазную сеть. Это вот если быть кратким. Что это дает? Значит, при перемотке стандартных двигателей это улучшает его характеристики, он становится более экономичным. У него падают пусковые токи, растут пусковые моменты, растет производительность, несколько вырастает удельная мощность. А вот если его перепроектировать под эти обмотки, двигатель, то у него резко вырастает удельная мощность. Ну, где-то на 30-40%. И поехало. И когда происходит вот такое, а если еще мы повысим частоту, то удельная мощность, то частоту тока удельная мощность еще больше растает. И вот тогда становится реальным созданием тяговых двигателей. И они не просто конкурентоспособны по отношению к двигателям на магнитах, но они еще и превосходят. В целом, в ряде случаев и по удельной мощности, и по характеристикам. Ну, а также эти двигатели позволяют осуществлять торможение двигателем. Осуществляют они каким образом? Значит, есть один режим. Это противовключение. Тогда идет торможение и возврат энергии в сеть. Ну, если у нас привод, то конденсаторы. И дальше в аккумуляторе. Либо переводить его в генераторный режим. А для этого надо подавать частоту чуть меньше, чем нужно для его синхронного вращения. И тогда двигатели работают, где переходят в генераторный режим, и работают с КПД выше, даже чем в двигательном режиме. И энергия, соответственно, возвращается в аккумуляторные батареи. И третий способ, это когда мы на одну из обмоток, на одну из фаз подаем постоянный ток. Это называется, так называемое, динамическое торможение, динамическое подтормаживание, то, кто по-разному называет. Вот, двигатель эффективно тормозится, но в этом случае КПД, его где-то порядка 45%. Поэтому двигатель очень сильно нагревается. Но, тем не менее, такой режим реализовать очень просто. Его применяют на станках, токарных, фрезерных, обрабатывающих центрах, когда надо шпиндель быстро остановить. И применяют в электрокарах. В частности, контроллер Кертис реализует такой режим. Почему он это делает? Ну, вот представим такую ситуацию. Транспорт выехал на линию, полностью заряжен, и начинает двигаться с горки. Двигатель переходит в генераторный режим. Вот, и всю энергию начинает гнать в батарею. А батарея тут заряжена. Куда ее девать? И может нарушиться, разрушается батарея, либо происходит отказ системы торможения. И пошло-поехало. Значит, получается, что надо ставить тормозные резисторы. Но это не совсем выгодно. И поэтому с целью экономить средство и получить оптимально такое решение. Многие привода делаются вот по такой схеме, когда тормозной режим реализуется за счет подачи подтормаживающего тока, режим динамического торможения, торможение подачи постоянного тока на часть обмотки. Так, тут сейчас, извините, вопрос один интересный. Сергей, добрый день, Сергей. А если я не обмотчик, а обычный интересующийся инженер по метрологии, можно ли где-то почитать хоть неполную теорию по совмещенным обмоткам, просто интересно понять, как она работает? Пожалуйста, конечно. Я многократно выкладывал уже, и, по-моему, уже все знают это дело. Я сейчас вам ссылочку даю. Это вот есть форум, основной раздел. И, пожалуйста, заходите туда и разбирайтесь. Если вас интересует, как перерассчитать двигатель, двигатель, то сейчас мы уже ждем пенсигнальных образцов, а весь тираж будет 15 декабря, в соответствии с договором. Это справочник по совмещенным моторам, по совмещенным обмоткам, там вся информация, что к чему, как, как перерасчитать, и схемы. Причем, надо говорить, что дороговато, но я прикинул, тоже дороговато. Там за каждую схему, получается, если полную цену заплатить, ну, за каждую схему приблизительно так, как в Москве на автобусе съездить туда-обратно, где-то чуть больше 100 рублей. За каждую схему. А мне каждая схема обошлась. И я как-то говорил, что если даже по одной схеме на одном двигателе там проверять, не один год потребуется. Поэтому, вот, такая картина. Я не говорю, что вам, Сергей, надо покупать, я просто вообще, в общем, говорю. А для того, чтобы познакомиться, я дал форум, заходите, там работают практикующие обмочки, ребята, которые уже не одну сотню каждой сделал двигателей, ну, уже не один путь соли съели. Вот. Ну, да, надо понимать, что они специалисты с характерами, как все специалисты, в принципе. Но, тем не менее, ребята толковые. Поэтому, я думаю, они вам помогут. Там справочник, да, подходит. То есть, убежал. Убежал. Ой, сейчас еще убежала. Так. Стоит на Алиэкспрессе магнитный двигатель. Да. Что вы скажете? Так. Смотрите, значит, сейчас еще поступила такая информация. Я когда-то работал по предприятиям, которые занимаются глубинными насосами, скважинными насосами, и так далее. Вот они в свое время просили, дайте вот расчеты, дайте мы попробуем, вот мы будем делать, будем заниматься. Я говорю, хорошо, не проблема, не вопрос. Дал, давал им. Они пробовали, а потом говорят, нет, вы понимаете, паз закрытый, очень тяжело делать. Вот. И так далее. Ну, мы не будем этим заниматься. Я говорю, хорошо. И вот сейчас приходит информация, что они предлагают продажи двигателей, которые говорят, что там мотают торпедию. Я говорю, сколько пазов? 18. Я говорю, на 18 пазов русского параметрического двигателя Яловиги Николая Васильевича не существовало. Поэтому, я говорю, я поздравляю коллектив этого предприятия с тем, что их ждут счастливые дни. Я сейчас спешить не буду, подожду, пока они немножко пускающий жирок нагуляют. Вот. А потом просто передам одной из юридических компаний все это делаю. Что им грозит в случае, если мы ловим их на горячем за руку? Это вот первое. Изъятие выручки за весь период производства контрафакта. Раз. Второе. Штраф в размере изъятой выручки. Два. И третье. Утраченная коммерческая выгода компания-разработчика. Три. Предприятие перестает существовать. Равно как и люди, которые задействованы были в этом процессе, оказывается, сами понимаете, где? За воротами. Как говорил один персонаж в фильме, берегись автомобиля, тебе посудить, а ты не воруй. и вот когда мне говорят, вот вы там то не так делаете, не так, вы там нечестные, а мы все правильники. Так, ребят, многие, я говорил, из вас, и я в том числе, всем мы в той или иной степени участники каких-то преступных процессов. Кто-то купил товар, который там может, минуя налогообложение прошел, кто-то контрафактную продукцию, кто-то контрафактный алкоголь, кто-то табак и так далее, и так далее, и так далее. Все равно все мы где-то когда-то были, участвовали. Нет таких людей, которые в это не попадали. Ну, мирно же так устроен, да? Вот. И поэтому вот те люди, которые на этих предприятиях работают, они пострадают. Они, может быть, не виноваты, но они пострадают. Вот сейчас дилемма, да? И для того, чтобы я не разрушать другие предприятия, я никогда не разрушал чьи же предприятия, никогда не заходил, никого никогда не занимался, не отжимом, да? Эдерсом, ничем другим. Защищать от них, защищал этих товарищей, а чтобы брошить никогда. Это точно так же, допустим, в разборках с женщин, да? С женщинами воевать, это, извините меня, за пределами всего. Точно так же и нельзя рушить предприятия, там, где люди работают. Поэтому со всем этим можно разобраться сразу, да? каким образом? Наладить производство весьма эффективно. Высокопроизводительность с низким уровнем себестоимости, с высоким качеством. И тогда неизбежно эти предприятия вынуждены будут либо сами закрыться, это их удел, либо найти с нами соглашение, найти взаимоприемлемый вариант экономического сотрудничества, получить разработку официально, технологию, платить как положено, и все будет нормально. Тогда рабочие места не только сохранятся, но они будут еще и развиваться. Вот, и получается, что то, что мы сейчас с вами делаем, мы не гоняемся за отдельными проявлениями этими делами, а будем решать задачу кардинально. И вот такое решение, я полагаю, более оптимально. И в этом случае у каждого появляется шанс войти в правовое поле и в нем работать. Я уверен, что у нас с вами все это получится, все так и сделаем. Много ли желающих обращать с просьбами переделать их личные авто, электромобили по вашей технологии? Были ли реализованы такие проекты? Не планировалось ли проведение таких мероприятий на постоянной основе? Если да, то с кем можно это обсудить? Мы делали и Канго, и Твизи, и Калины, и Лады, и Лады, и там ничего только не делали. Понимаете, там как хобби это хорошее занятие. Как бизнес это неудачные примеры, неудачные решения. отнимают очень много времени и никакого толка. Можно использовать это как рекламу на определенных этапах, но мы уже этот этап прошли. И зачем повторять то, что уже пройдено? Мы вышли совершенно на другой этап, на другой уровень. И мы помогаем и продолжаем взаимодействовать с теми компаниями, с которыми мы заключили договора несколько лет тому назад по созданию транспортных средств, мотор, колеса, доработка и так далее. Но это ранее заключенные контракты, и мы их выполним. И с Белгородским университетом выполним, и с компанией ZEPT выполним все обязательства. Везде Дебра будем выполнять. Но это все как рекламные продукты, не более того, это не бизнес. Это не бизнес. Но если говорить о влиянии на как принято говорить ректорат электромобилей и велосипедов, малых двухколесных транспортных средств, это не сопоставимо. Потому что четырехколесные транспортные средства, они не охватывают такого количества людей, которые могут быть заинтересованы в этом деле. и плюс ко всему там бьются транснациональные корпорации. Пусть они сейчас бьются. Наша задача создать свой привод и тогда, когда они разберутся и начнут соображать, что для этого надо для производства электромобилей, тогда будут и разговаривать с ними. Потому что сейчас у нас приезжали вместе с Комменкой команда потенциальных партнеров, они проводят встреч, каждый день с Игорь Николаевичем якором, они созваниваются, материалы дополнительные, консультации получают и так далее. Поэтому процессы идут, переговоры идут, но надо понимать следующее, что сейчас президент объявил, что должен быть свой российский электромобиль. Вот я бы задал вопрос один, а как электромобиль, как отверточная сборка или свой отечественный? Если свой отечественный, то давайте тогда говорить, а из чего собирать его? Где привод, где батарейки, где коммутационное оборудование, кто будет производить и так далее. Значит, все это должно появиться. Плюс ко всему должно быть и технологическое оборудование для производства всех этих компонентов. Чье оно будет? и готовы ли зарубежные компании под современные технологии поставить это оборудование? Где оно? И тут появляется масса, масса, масса вопросов. Если эти вопросы не будут решены, то не будет и российского электромобиля, а будет отверточная сборка в Российской Федерации. Так. Что-то тут непонятно происходит. вопросов что-то убежало. Не уследил, извините. То есть инвестор, то есть все разговоры про конкуренцию и будем выпускать лучшие версии, а не судиться. Просто лапша тоже норм. Ребят, я объяснил только что сейчас, да, варианты, да, что можно сделать, пойти в суды, но тогда мы разрушим предприятия. не будем рушить предприятия таким образом. Почему? Потому что, да, они нарушили авторские права, и они не лучше выпускают оборудование, но без с ними, если надо, мы с ними разберемся и так, и так. Но наша задача основная не ловить по одиночке все это дело, а кардинально изменить ситуацию. Не надо с каждым отдельно воевать, это бесполезное, бессмысленное занятие. вот ты идешь по улице, там из-под воротни собаки лать, ты что, за каждой собакой гоняться будешь? Да нет же. Это надо по-другому решать. Именно так, как мы говорили. И сейчас в данном случае это не конкуренция. Это организация, которая эти насосы делает, какая-то нафиг конкуренция. Это просто обычное незаконное использование авторских прав. Нарушение авторских прав в части 4 гражданского кодекса. Вот и все. И если к вам в квартиру залез грабитель, и вас грабят, вы что, церемониться с ним будете? Это не конкуренция, извините меня, это грабеж. И грабеж в том числе и из карманов инвесторов. Потому что они грабят потенциальный рынок. Плюс ко всему сейчас сайты появляются, да, и пишут, что аналог мотор-колеса до иного, там цена была такая, вот ниже такая и так далее. И предлагают там, на самом деле, Magic Pie 3, это Golden Motor, мотор-колесо. Но оно не является аналогом, это BDC, мотор. Но можно и за ними погоняться, да, если мы за каждым из них будем гоняться, когда мы вот этот путь оно надо. Надо создать такую ситуацию, при которой они вынуждены будут взаимодействовать с нами и работать с нами и зарабатывать и для себя и для нас. И это будет правильно тогда. Так, а сегодня, думаю, все по вопросам то надо. Посмотрите, если все вопросы я могу и прекратить отвечать. Так, в Петербурге планируют построить первый завод по выпуску электромобилей. Знакомым с этой кальмуляторной компанией Ригель, я за этими отслеживаю товарищами. Ну, пусть выпускают. Опять-таки, какие компоненты. Вот мы недавно выдавали видео на сайтах, на форумах, показывали тесты батарейки с винтовыми соединениями и паянами. Обсуждали там и приглашали велосипедистов, электровелосипедистов, блогеров и так далее показывали, да, вот что и как, да, качество, да, почему так нельзя делать, почему так можно делать, для того, чтобы люди сделали сами заключение. И вот я на сегодняшний день спрашиваю, ребят, а как будем батарейки собирать? И понеслась, кто во что гораздо. Это так, это так, это так, я говорю, хорошо, но о чем вы обоснуете свои слова? Давайте докажем. Мы и показали, с помощью оборудования, которое приобретено на привлеченной инвестиции, мы показали, вот эта сборка, результат, что, где, как греется, и вот эта сборка, что, где, как греется, сейчас цикловка и так далее, опять, 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 и показываю, вот решение, какое решение надо понимать. Это то, что касается только одного соединения между собой пакетов. Но является ли оно самым оптимальным, самым лучшим? Это еще вопрос. Поэтому таких вот технологических вопросов, их очень, очень, очень много, которые надо решить. И вот Эллада, допустим, они сделали, вас сделали и Элладу, хорошо, они там поставили редуктор. Когда загранишь этот редуктор, слезы на глаза наворачиваются. Это как надо было инженерную школу убить, чтобы вот такую пародию на редуктор сделать. Они сделали, они гордятся. Мы сделали электромобиль один, и один миллион двести пятьдесят тысяч. Никто брать не стал, по триста тысяч и два распихали. Электромобиль сделали. А он кому такой нужен? И сколько он проходит? А теперь же еще вопрос. Дело в том, что после года эксплуатации этих электромобилей у них начинают блоки мониторинга состояния аккумуляторной батареи начинают детали отсыпаться. Просто отваливаются и сыпятся. Как вот шкаф старый где-нибудь у нерадивой хозяйки откроешь, и там куча семечек этих дохлых тараканов валяются. Точно так же СМД элементы отваливаются от платы. Хорошо, если машина не сгорит. Из-за чего? А из-за того, что опять-таки пайка. Вот и все. И люди сидят, ребята перепаивают эти по 70, по 80 плат, перепаивают всю эту комплектацию рукопашную. Так что с электромобилем не все так просто еще пока что. Напомните, пожалуйста, как правильно соединять батареи параллельно или последовательно. Чемаков Юрий. Юрий, смотрите, мы, когда я говорил про батареи, я проводил аналог между обмотками и батарейками. В каком случае можно получить наибольшую отдачу по мощности. Наибольшую, если есть одна батарейка, некондиционная при параллельном соединении такая батарейка отдаст большую мощность, чем при последовательном. Но если мы говорим об аккумуляторной батарее автомобиля, там надо исходить не только из этих соображений, но и из ряда других. Владимир, нужен ли вам персонал для работы? Если да, то какой? Владимир, понимаете, мы сейчас штаты не расширяем. Почему? Потому что я уже говорил про это. Как только будет решен вопрос по Лабышеву, понятно, что мы приступаем к строительству, тогда можно будет и расширять штаб. Сейчас на этом этапе я стараюсь всей командой обходиться именно теми силами, которые есть. Потому что поймите правильно, проесть инвестиции на выплату налогов, зарплаты, аренды, помещений, это дело нехитрое. И вот каждый этап развития проекта он требует своих решений, своих подходов. Поэтому пока не будет решен вопрос о вхождении в особую экономическую зону, расширять команду не будет. Дмитрий, сможет ли машина на ваших колесах побить рекорд Родстера Маска 1,9 секунды до сотни. Но инженеры по качеству Сергей Пиршев точно будут. У нас наш партнер это Леонега Виталий Николаевич от полковника 22-го института. Он как раз ведал и он занимается светодиодами. Это человек профессиональный представитель заказчика. А кто они такие, наверное, многие знают. И как поговорка говорит, когда, ну как у них принято говорить, когда говорит полковник 22-го института, все должны молча записывать каждое слово. Потому что за него будет спрошено. И вот оборудованные предприятия знают, что это значит, и кровь потом дается. Чем можно помочь на безвозмездной основе? Чумаков Юли. Юли, смотрите, помощь какая проекту? Ну, доносить правильную информацию, честную и правдивую, без приукрас, так, как она есть. Вот это самая главная помощь, которая нужна. Можно ли на базе разработать генератор для запитки потребителей в квартирах? Ну, смотрите, дело в том, что ветрогенераторы автономные, они все асинхронные. Во всяком случае, на моей памяти все делались с такими, с которыми я сталкивался. Кстати, насчет Алана Маска побить рекорды. Мы хотели, даже записались, есть регламент, рекорды России, книга рекордов России есть, книга рекордов Геннесса, но пока отложили, почему погода. Ну, я думаю, что будет весна, будет нормальная погода, мы все-таки эту работу продолжим, и книгу рекордов Геннесса, и Российской Федерации мы постараемся внести. И с Аланом Маском, ну, во всяком случае, одни из тех потенциальных партнеров, которые приезжали, они должны с ним встретиться. И должны пройти переговоры в отношении применения нашей технологии. Но я сказал следующее, что Маск меня интересует мало, и проект интересует тоже мало, потому что будем работать, но хорошо, ничего плохого не будет. Мы с любыми партнерами готовы строить взаимовыгодные отношения, только взаимовыгодные. Да. И Алан Маск со своим проектом он ничем не отличается от тех же компаний, которые, допустим, выпускают, ну, скажем, дрели, перфораторы, болгарки, вот эти уголошлифовальные машины, или же те же самые пылесосы. Они для нас такие же партнеры потенциальные. И еще надо посмотреть, кто из них более перспективен. Потому что если посмотреть, сколько выпускают холодильников, пылесосов и электроинструментов, то Маску, наверное, еще надо до них дорасти, если так посмотреть. Четырехместная машина до 400 км скорость разгона, 1,9, сотня запас схода до 1000 аналогов нет в мире. Ну, подождите, аналогов. Вы еще посмотрите, как они горят, а потом посмотрите, как их утилизировать будут. Вот сейчас на Украину поступают бэушные электромобили, их шаманят туда, и по 10 тысяч долларов. Раз, на, на, туда, аж как пирожки распудятся. Они подумали о том, что она для утилизации их назад никто забирать не будет. А что с ними делать? А еще и с первыми? Ни переработки нет, ни утилизации нет, ни обслуживания нет, ни черта нет. Кто за это отвечать будет? Что с ними потом делать? Кто-то над этим думает? поэтому не все так просто, не все так красиво. Вот все, все совершенно не так, да, и поэтому не случайно они загоняют туда. Не случайно, потому что никто не хочет с утилизацией. они будут делать такие отстойники, куда будут сбрасывать бэушные автомобильчики. электрику. И вот кто-то за это будет потом расплачиваться. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы не мы. Митрий Александрович, вопрос по Гореновичу, он тягу создает и может ли работать вакуумно, Валерий? Валерий, смотрите, для того, чтобы варить, наоборот, надо создавать как можно меньше давления газовой струи, плазменной струи на поверхность металла, чтобы не выдувать. Поэтому мы применяем пар, потому что там есть водород, а водовой рот, за счет того, что он имеет максимальную теплоемкость, он переносит большое количество энергии, поэтому при малых порциях плазмы мы можем обеспечить большой перенос тепла. это в процессе сварки. А в процессе резки, в процессе резки, там надо создать струю, тоже с большой теплоемкостью, с максимальной скоростью, ну там, да, там она работает, но это не те скорости. В вакууме работать, ну вряд ли, потому что там мы берем в качестве плазмообразующей среды водяной пар, соответственно вот воду в вакууме, да, она будет вскипать и испаряться, поэтому будет тяжело это сделать. Хотя, я понимаю, к чему идите речь, но вы посмотрите, в свое время был проект атомного самолета. Смысл в чем, что атомный реактор, и он через него продувался в воздух, ну как в реактивной турбине, только там топливо зажигается, а здесь просто как система охлаждения. За счет этого компрессор нагнетает в реактор, обстежье нагревается и выбрасывается струя высокотемпературная, ну и такой самолет, он мог годами болтаться в воздухе, да, но он оставляет радиоактивный скрип. Поэтому этот проект был закрыт. Медведь Александрович, если инвестор предоставит машину, перемотает двигатель по вашей технологии, наклеит стикеры на машину, еще поставит батарею из ваших разработок, думаю, будет еще больше интереса. Ну, во Франции мотались такие машины, Андрей. Спасибо за вопрос, конечно, но во Франции ездили, в Германии ездили, в Монте-Карло ездили, сейчас Твизи будет возвращаться сюда, да, Смарты ездили, обклеенные, не действуют. Понимаете, не действуют. Так, я смотрю, сейчас вопросим. Дмитрий, знаешь, планируете ли вы расширять штат технических сотрудников КБ, Игорь спрашивает, да, Игорь, расширять будем, но пока что не сейчас, и плюс ко всему надо будет и сотрудников еще и подбирать по специализации, еще и обучать, потому что допустим, работать в среде максимум, но научить не всякого можно обучать человека, потому что это критическая технология. Ну, на некоторые операции обязательно будем брать, но потом, чуть позже. Так, ребят, я предлагаю еще пару вопросов, да, Сергей, добрый день, Сергей, батарейки на Али брали? Нет, не на Али, у нас есть, мы брали пакетами, ячейками, призматиками, и у нас есть ребята, партнеры, которые работают в Китае, и они с Китая нам поставляли уже подобраны по параметрам ячейки, по емкости, по сопротивлению, они компоновали, собирали натипные, для того, чтобы в процессе работы было меньше, меньше разбалансировки. Я благодарю ребят всех за внимание, за то, что у вас хватило терпения меня выслушать, предлагаю, что на сегодня уже завершать ответы на вопросы, и до новых встреч, до четверга. всем приятного вечера, хорошего настроения, и хорошего завтрашнего дня. Всем до встречи, до свидания. Так, напишите, хорошо ли меня слышно и видно. Спасибо, Дмитрий Александрович, за выступление, спасибо за ответы на вопросы. Поставьте плюс, если все отображается, если все хорошо слышно и видно. Отлично. Так, ну что, в принципе, наш шебинар подошел к концу. Еще раз скажу для тех, кто сегодня был впервые на наших вебинарах, который новичок, который еще до конца не разобрался. Теперь я думаю, что у вас есть общая картина, есть общее понимание, чем мы здесь занимаемся, что вообще происходит. Поэтому у меня к вам рекомендация такая, это обязательно обращайтесь к тем людям, которым вам о данном вебинаре рассказали, обязательно регистрируйтесь в нашем личном кабинете, смотрите новости, вступайте в нашу группу ВКонтакте, следите за новостями, смотрите за тем, что происходит в проекте, в четверг у нас будет вебинар по последним новостям, может быть какая-то еще основная тема будет на вебинаре, но так или иначе в четверг мы уже говорим каких-то либо на какую-то тему, либо последние новости, либо и то, и то сразу. Поэтому обязательно тоже приходите, там как раз сможете свои вопросы задать, которые у вас появятся за эти несколько дней, я думаю, что вы сейчас зарегистрируетесь, посмотрите, почитайте новости, пообщайтесь, и как раз новые вопросы у вас таки и появятся к следующему вебинару, на что мы с удовольствием и ответим. Вот вопрос я вижу в чате, один проскочил, что будет, если доллар упадет, что тогда? Как я уже сказал, мы все деньги стараемся сразу переводить в оборудование, в сырье, поэтому ни от каких валют мы не зависим, у нас все инвестиции максимально быстро переходят в материальные активы, которые, скажем так, ликвидны будут всегда, что бы ни случалось с долларом, с рублем, с любыми валютами, криптовалютой, мы от этого, слава богу, не зависим, поэтому мы рядышком стоим, мы просто используем эти инструменты для привлечения инвестиций. Так, если вы приобрели пакет на 2000 долларов единовременно платежом, то вы автоматически попадаете в клуб, скоро у всех участников клуба отобразится в личном кабинете иконочка, что вы в клубе, поэтому следите за этим. Так, ну все, я буду с вами прощаться, еще раз обязательно регистрируйтесь в личном кабинете, смотрите, следите за нашими новостями, приходите на наш вебинар, который будет в четверг. Спасибо всем, кто сегодня был на вебинаре, досидели до конца. Ну, я, наверное, буду с вами прощаться, так или иначе, все, всем до четверга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok